Лидеры революции Лидеры появляются по мере борьбы Все разговоры возле оппозиции нет лидеров И не надо Лидеры выявляются на баррикадах Украинцев были лидеры И вот это сейчас лидеры А лидеры были на баррикадах Они там все были блестяще И организация была фантастическая И солидарно все было Владимир Буковский называет президента Назарбаева Хитрым советским деятелем Политик сейчас преподает в Кембридже И там видит молодых людей с Казахстана Которые учатся по программе Балашак И неспроста считает диссидент В Кембридже с тысячами Казахстан Им всем дает деньги на них Он дает свою гордую Он дает свои кадры И эти ребята, ну не все Вернутся, конечно, многие Останутся в роде Большинство в роде И они никогда не раздавали Товарищ президент Да, так невозможно Он хитрый, хитрый мужик Ну а что он там делает Это что мы понимаем Мы живем в истории С бегствами, с преследованием С коррупцией Мы все это видим Здесь сейчас мы все А правда, надо сказать, что Запады относится с первым На самом деле, они Ко всем первым То, что не есть По поводу возможной аннексии Северных областей Казахстана Владимир Буковский Особых иллюзий не питает Говорит, что Нурсултан Назарбаев И Владимир Путин Обязательно договорятся Между собой Ведь они сделаны Из одного теста Того диктаторского теста Единственную возможность Избавиться от которого Продемонстрировали всему миру Украинцы на Майдане Они довольно легко Уступшаться В моделях Майдана Это не обязательно повторять То же самое Близкое Что-то похожее Они не выдерживают У них слишком большая проблема Во-первых, они не могут Как заверить своим правоохранителям Советский диссидент говорит Что любая власть После смены режимов Нуждается в люстрации Он и его соратники Добивались суда Над советской системой По законам Нонбурга Но им этого не удалось Если бы идея была воплощена Диктатуры на постсоветском пространстве Сегодня бы не существовало Владимир Буковский Который провел в тюрьмах И на принудительном лечении 12 лет Знает это Как никто другой Не раз он слышал От сотрудников КГБ Что не выйдет на свободу живым А сегодня нет ни КГБ Ни той системы Которой ведомство Подчинялось